МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Барануче состоялось совместное заседание Горисполкома и Городского совета депутатов. Контроль за соблюдением предприятиями, организациями города и района законодательства о сфере экономики находится в числе приоритетных направлений надзора. Юрлица и ПЭС 1 января 2023 года обязаны использовать кассовое оборудование в розничной торговле продовольственными товарами, в том числе сельскохозяйственной продукцией на ярмарках и торговых местах. Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Вести Барановичи». В связи с увеличением утечки сетевой воды на барановичской ТЭЦ с 9 января в сетевую воду будет введен краситель флоресциин, который не представляет опасности для организма человека. Его применение разрешено Барановичским зональным центром гигиены и эпидемиологии. При появлении с крана воды с зеленым оттенком руководство барановичских тепловых сетей просит сообщать о таких фактах по телефонам. 67 89 41 круглосуточно, 67 89 69, а также 66 42 16 с 8 утра до 5 вечера. В Барановичах состояло совместное заседание Горисполкома и Городского совета депутатов. В центре внимания – вопросы социально-экономического развития в 2022 году и прогноз на 2023, а также о проекте бюджета города на 2023. В Барановичах состояло совместное заседание Горисполкома и Городского совета депутатов. В центре внимания – вопросы социально-экономического развития в 2022 году и прогноз на 2023, а также о проекте бюджета города на 2023. Сессия прошла под руководством мэра Михаила Баценко и председателя Горсовета Григория Кособутского. Участие в совещании также приняли заместители главы города и парламентарии. В зале собрались руководители местных предприятий и организаций. Несмотря на непростой год, достигнуты значительные результаты. В частности, проводились работы по благоустройству. Властной городе депутатов 601 тысяч квадратных метров общей площадки. Их год в городе займено 77 лифт. Взвешено строительство нового городского завершения. С авторитетно-дорогой к дну. Северо-западный древний лесеный Барановичный район. Завершается конструкция станции сфотеревки декорос. Также в городе в 2022-м велись работы по стабилизации цен. Контроль за соблюдением субъектами хозяйствования постановления номер 713 продолжится и в 2023-м. Так, за последние три месяца прошлого года в Барановичах удалось обуздать цены. Их рост остановлен. Также в рамках заседания обсудили ситуацию, сложившуюся на промышленном комплексе. Стритегическим потенциалом и экономического роста города является промышленным уроком. На его долю переходится в 52% чеховской выучки, в 21% занятых экономикой города. Эта сфера оказалась наиболее уразивимой в условиях санкционного долгия. Примышленный комплекс работал в условиях практически полной утери рынка избыток Украины, не присоединяясь отказом многих производителей от поставок серия, комплектующих и природователей. Сложности с организацией логистических цепочек и проведением протяжей. Инденсивического объема промышленного производства за 11 месяцев текущего года составил 98,8%. Однако в форме и января время, наиболее тяжелое время, которое было, доставание сплетелось на 95,8% пункта. Благодаря слаженной работе уководящего состава в крайней сжатой сроке была приведена полномасштабная структурная перестройка. Поиск альтернативных поставщиков и инкурс будет опробоваться. Сегодня можно с уверенностью сказать, что отрасль устояла и восстановила свои позиции. Оперативно сориентировались в сложившихся условиях завода и станкостроительный, автоагрегатный, станкопринадлежностей, строительных деталей и конструкций, бархим, блик, актившус, мебельная фабрика «Лагуна», комбинат пищевых продуктов и концентратов. Предприятия занялись импортозамещением, производством новых товаров. Это позволило обеспечить в зависимости от 3 года производства импортозамещающей продукции на сумму 140 миллионов долларов США и до 30% от общего объема промышленного производства. Врос производства по плану мероприятий и конкурс для замещения в Республике, ожидая на 37% уровня доведенного задания. Выстраиваются новые кооперационные цепочки. Автоагрегатным заводам освоено новое производство для баса. Подписываю они кабин, грузовик автомобилей и выпуск комплектующих пингов. Рукова высокого и низкого давления. Запущено производство демеров, металлических операций с метрового башен на Тища Российской Федерации. Заводом автоматических линий освоено производство кремов железнодорожных для лучших и на русской железной дороги. В 2023 году продолжат благоустраивать город, особенно его центральную часть. А в целом в Барановичах будут вестись работы по асфальтированию, замене уличного освещения, лифтов, созданию новых малых архитектурных форм. По инициативе президента Беларуси Александра Лукашенко, которую он озвучил на благотворительном празднике в рамках акции «Наши дети», Данстарт – республиканская благотворительная акция для пожилых от всей души. Об этом сообщает в своем телеграм-канале Министерство образования. Цель – проявление заботы о старшем поколении, максимальное вовлечение школьников и студентов в оказание пожилым людям помощи и поддержки, развитие межпоколенческого формата детей пожилым людям. На сегодня в стране проживают около 120 тысяч одиноких пожилых граждан, еще около 20 тысяч пожилых проживают в стационарных учреждениях социального обслуживания, а для 100 тысяч организован дневной уход и досуговая деятельность территориальными центрами социального обслуживания населения. Контроль за соблюдением предприятиями и организациями города и района законодательства в сфере экономики находится в числе приоритетных направлений надзора. В 2022 году прокуратурой в интересах предприятий, организаций, государственной формы собственности в экономические суды предъявлено 20 заявлений на сумму более 500 тысяч рублей. Необходимость принятия органами прокуратуры мер по пресечению безхозяйственности и расточительства ненадлежащего отношения государственной собственности прямо предписана в директиве президента Беларуси номер 3 о приоритетных направлениях укрепления экономической безопасности государства. Поэтому контроль за соблюдением предприятиями и организациями города и района законодательства в сфере экономики находится в числе приоритетных направлений надзора. На сегодняшний день пристальное внимание прокуратуры уделяется соблюдению законодательства при осуществлении экспорта продукции и взыскании просроченной дебиторской задолженности, в том числе возникшей в связи с неисполнением иностранными субъектами хозяйственной обязательств, предусмотренных внешнеторговыми договорами. Обусловлено это тем, что сбытовая деятельность каждого предприятия характеризуется выраженным риском совершения правонарушений, коррупционных сделок и иных криминальных деяний, прежде всего корыстного характера, что требует принятия активных мер по минимизации подобных противоправных постигательств, а также способствующих им условий. Как правило, условиями, способствующими образованию просроченной внешней дебиторской задолженности, являются непроведение и ненадлежащее проведение преддоговорной работы, поставки продукции в нарушении условий договора без предварительной оплаты, последующее подписание дополнительных соглашений к договорам, предусматривающих отсрочку платежа за поставленный товар, а также непроведение и ненадлежащее проведение претензионной исковой работы по взысканию просроченной дебиторской задолженности. В ряде случаев по результатам проводимых проверочных мероприятий прокуратура инициирует привлечение к дисциплинарной ответственности должностных лиц, которые занимают пассивную позицию и не принимают мер ко взысканию просроченной дебюторской задолженности в течение длительных периодов времени со дня ее образования. Однако при этом прокурорские работники не самоустраняются от оказания субъектам хозяйствования региона содействия и помощи, например, при обращении за защитой материальных интересов предприятий и организаций города и районов судебные органы. Так и в 2022 году прокуратурой в интересах предприятий, организацией государственной формы собственности в экономические суды предъявлено 20 заявлений на сумму более 500 тысяч рублей. В рамках областного фестиваля-ярмарки «Берестейские сани-2023», который пройдет в Барановичах с 13 по 15 января, состоится крещенский забег. Об этом сообщили физкультурно-спортивном клубе «Виктория» отдела спорта и туризма «Горисполкома». Старты финиша, а также сама трасса пролягут по площади Ленина, улицам Комсомольской и Ленина. Также будут проведены потешные забеги, в частности, бег в валенках. Участникам крещенского забега рекомендуется бежать в легкой спортивной форме. Соревнования стартуют и финишируют на площади Ленина начало 15 января в 11 часов. Юридические лица и индивидуальные предприниматели с 1 января 2023 года обязаны использовать кассовое оборудование в розничной торговле продовольственными товарами, в том числе сельскохозяйственной продукции, на ярмарках, торговых местах. Отсутствие кассового оборудования, либо его неиспользование при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг в случаях, когда его применение обязательно влечет наложение штрафа. Юридические лица и индивидуальные предприниматели с 1 января 2023 года обязаны использовать кассовое оборудование в розничной торговле продовольственными товарами, в том числе сельскохозяйственной продукции, на ярмарках, торговых местах. Об этом сообщили в Министерстве по налогам и сборам. Субъектам хозяйствования необходимо было заблаговременно приобрести программные кассы, либо кассовые суммирующие аппараты, заключить с информационно-издательским центром по налогам и сборам гражданско-правовой договор на регистрацию и информационное обслуживание в системе контроля кассового оборудования, подать заявки на подключение к СККО. Доработка и замена кассового оборудования для использования при реализации товаров, подлежащих маркировке, унифицированными контрольными знаками или средствами идентификации, планируется в 2023-2025 годах. В налоговой инспекции в очередной раз напоминают, при реализации товаров, работ или услуг за наличный расчет, предприниматели обязаны обеспечить прием наличных денежных средств в порядке, определяемым законодательством, иначе ответственность за подобные нарушения будут нести как работник субъекта хозяйствования, так и сам наниматель. Отсутствие кассового оборудования, либо его неиспользование при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг, в случае, когда его применение обязательно, влечет наложение штрафа в размере до 50 базовых величин, на индивидуального предпринимателя до 100 базовых величин, а на юридическое лицо до 200 базовых величин. Белорусская железная дорога подвела итоги конкурса любительских короткометражных фильмов «Магистраль в объективе». Участие принимали работники БЖД и было подано более 50 заявок. Конкурс проводился в четырех номинациях. «160 лет белорусской железной дороги», «Движение та жизни», «Как это работает» и «Угол зрения». В категории «160 лет белорусской железной дороги» почетное второе место присуждено творческим работам оператора при дежурном по станции Барановичи Центральной Елизавете Данильчик и художественного руководителя культурно-спортивного центра Барановичского отделения Елене Легостевой. Этой информацией мы завершаем сегодняшний выпуск. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин